Космодром Космодром Оксановичев Сквализова Космический полет Космоστεрия космической станции А знаете на что она похожа? По размеру На футбольное поле Вот такая огромная станция Знаете сколько километров от станции до земли? 425 километра И вот нам с этой высоты Он звонил в редакцию Зачем запускают Космические корабли И космические станции Наверное, чтобы исследовать космос, чтобы там новое что-то позвать. Еще для того, чтобы открыть новые технологии, тот же космос нам предоставил. Почему в космос полетели сначала собаки? Потому что они поверялись, потому что было неизвестно, выживают люди. Это наши журналисты ездили в деревню, которая находится в территории, которая называется Заболотье. А как думаете, почему Заболотье? Потому что Заболота. Заболотом могут попадать к себе. Кто-то может на лодках, кто-то нет. А кто-то может только вот таким самолетиком, который летает раз в неделю. И у них в деревнях, получается, весной они заготавливают все продукты. И до следующей зимы они на том, что заготовили, что запасли, живут. И мы к ним ездили, смотрели, как они живут. Рекорды, которые есть в Семенской области, и можно посмотреть, они самые разные. Это и мамонты, которые жили у нас, да, и самые большие реки, и самые длинные мосты. И нам присылали люди свои маленькие какие-то рекорды. Самый длинный огурец, кто-то вырастила бабушка. Или самый высокий бацонок, который был 3 метра. Это тоже может быть что-то у вас интересное. Помните, что есть журналисты в газете, и можно им об этом всем рассказать. Какие чувства вы испытываете, когда пишете что-то? Какие эмоции вас переполняют? Вы должны ответить коротко. Пожалуйста, сливайте. Я испытываю положительные чувства, удовлетворение, что я пишу стихи для детей. Вы пишете именно про космос, и испытываете чувства для детей какие? Для детей стихи вот такие. Я пишу о жизни, о животных, о людях, о деревьях, птицах, то есть все, что окружает нас. Может кто-то уже мои книжки видел, вот видели, да, попугай Ара? Ара, ара, попугай, рядом сядь и поболтай. Расскажи, как ты живешь, у кого костюмы шьешь. Красный носишь ты наряд, перекок огонь горят. Крылья с желтой полосой, цвет над хвостом голубой. Браво! А подписаться Григорий Григородов. Так. У меня сегодня день рождения, ребята. Браво! У меня все поздравляют, с утра много звонков. Ребята, у меня есть предложение. Давайте мы пожелаем нашему писателю, Григорию Григородову, здоровья и счастья. Умей. Пиши. Вот это моя последняя книжка. Она вот буквально вышла неделю назад, еще пахнет свежей дипографией. Третья книжка про животных. Вообще мне описано 110 животных, птиц и зверей. Почитаете? Так, я вот так. Второй я задала. Так, вторая вопрос. Это вот предпоследняя книжка. Здесь описаны птицы. Вот я вам читала стихотворение про попугаев из этой книжечки. Мы хотим вам пожелать творческих успехов. Пусть вдохновляют наши работы творческие. И желаем, чтобы встречи с ребятами были у вас чаще. И вы всегда так задорно, весело, живо могли исполнить, спеть песню и подарить вам радость. И, конечно, ребята, мы дарим этот плакат от вас. Как вам он? Ура! Ура! Ура, ура, ура! Вперед он плывет, по небу желтый круг, по небу плывет. Вперед и светит всем вокруг округлую ночь. С небес легит холодная луна и тоже круглая она. Дорогие ребята, спасибо вам за то, что вы отвлеклись на проект редакции «Округ свой космос». Что интересуетесь космонавтикой. Подружились, можно сказать, заочно пока замечательным человеком, космонавтом, спортсовым Александром Александровичем, героем России, который в настоящий момент находится в космосе, выполняет свой уже второй космический полет. Чтобы вы гуляли и выиграли, отдыхали. Сереж, чтобы обязательно побывали в туристическом походе. Уходим на улицу и сами играем в мультики. Счастье не болеет, что радует своих проблем. Будьте счастливы, но ты здоровы. Это самое главное. Здравствуйте! У-у-у! Почему не снигер? Благодарственное письмо вручается Юмачикову Артему за искреннюю заинтересованность в установлении связи с летчиком-космонавтом Александром Скорцовым в рамках проекта «Отброй свой космос». И снится нам не рокот космодрома, Не эта ледяная синева, А снится нам дрова, дрова у дома, Зеленая, зеленая дрова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин